Кокеру, тебе больно идти? Не, я в порядке. Вы мне тут устроили почти веб-обслуживание. Всегда бы так. Всем привет! Вы на канале NewPlay, и сегодня мы будем продолжать проходить Memory's Dogma Code 01. Не забываем пошлипать мой лайк, написать свой комментарий, ну и погнали. Так что, нужно просто поднапрячься. Я отступил, и лицо мужчины перечеркнуло провокационная улыбка. Давай, покажи мне свою силу! Настоящую силу! Он говорит так, будто переживает лучшее мгновение своей жизни. Словно покоряюсь его мировоззрению, я делаю шаг вперед. Верно, я должен сосредоточиться. Моя задача – убить его. Я ощущаю, как усиливается электрический ток в моем теле. Я группируюсь и снова начинаю сокращать расстояние между нами. Стой! Вдруг Кокера хватает меня за руку и тянет назад. Эй-эй! Ты полный придурок! Щеку внезапно обожгло болью. Удар был настолько неожиданным, что я грохнулся на пол. Гу! Я не сразу сообразил, что произошло. Меня ударил он? Кокеру? Какого черта ты творишь, идиот? Ты вообще не слушал Рейну Тян? Никогда на моей памяти Кокеру не был в такой ярости. Мне кажется, я вообще впервые вижу его по-настоящему злым. Жалящая боль убирает туман из моих мыслей. Я снова начинаю думать. Кокеру, ты. Я наконец-то полностью осознал ситуацию. Но пока я собирал мысли воедино, противник уже начал свою атаку. А! Кокеру в опасности! Я вдруг прыгнул в сторону Кокеру. Га! Кокеру! Из левой ноги Кокеру бежит кровь. Я опоздал буквально на мгновение. Лезвие отсекло какую-то честь мышц. Не встревай! Мелочь! Боли скозило лицо Кокеру, и он выругался. Можешь ты угомониться! Хватит уже пытаться сдохнуть при каждом грёбаном удобном случае! Кокеру! Кокеру! Думаешь, одному тебе больно? Хочешь спокойненько отдать концы, а меня бросить? Этот номер не пройдёт! Кокеру выплёскивал всё, что у него накопилось за это время. Поэтому. Потому что я поклялся, что не дам тебе покончить с собой. Кокеру практически кричит на меня. Если ты... Если ты пойдёшь и самоубьёшься, я тебя никогда не прощу, скотина! Крики Кокера наполнены болью и печалью. Они впиваются прямо мне в сердце. Я волновался только о себе. Несмотря на то, что другим тоже было больно от смерти Сарана. Теперь это стало для меня очевидным. Кокеру так долго держал в себе эти чувства. Кокеру, прости. Если дошло, беги! Как только Кокеру заканчивает свою тираду, мужчина снова заносит свой клинок. Чёрт! Он же! Кокеру не переживёт этой атаки. Я защищаю его, прикрывая собой. Слышится звук удара металла о металл. Акана и Эмма подбежали к нам и заблокировали удар. Это не значит, что я согласна с тобой, но я не позволю вам здесь погибнуть. Мы им займёмся. Кусухара, забирай всех и беги. Суки! С дороги! Он в гневе размахивает своим клинком, пытаясь попасть по Акана и Эмме. Но Эмма блокирует его удары. Она снова откуда-то достала свой щит. Эмма ставит блоки, как она делает выпад копьём. Она пронзает плечи мужчины. Отдача заставляет его пошатнуться. Проклятие! Похоже, он очень разъярён тем, что ему помешали. Его взгляд – чистая ненависть. Хватит прохлаждаться, Кусухара! Вали отсюда! Что мне делать? Я убегаю. Кокеру стой рядом сжимает от боли зубы. Я не думаю, что он сможет подняться самостоятельно. Харона размахивает своим пистолетом, но мне не кажется, что от этого будет хоть какая-то польза. Рейна вообще безоружна. Наверное, нам действительно стоит положиться на Акана и Эмму. Я кладу руку Кокеру себе на плечо. Стоять! От меня не сбежишь! Злопроизносит он. Я поворачиваюсь и вижу, с какой ярости он на нас смотрит. Рейна, Харона, уходим! Я погнал Рейну с Хароной к выходу и передал им Кокеру. Он бросается на меня, занося свой клинок. Чёрт! Мне не хватает сил остановить его замах. Я быстро соображаю и бросаюсь влево. Перекатываюсь подальше. Его лезвия ударяются о поло рядом со мной. Сюда! Эмма прикрывает меня. Похоже, она выигрывает для нас немного времени. Пожалуйста, поторопитесь! Прости и спасибо! Я собрал волю в кулак и рванул, что есть мочи. Небо окрашено в оранжевый цвет. Вокруг лежат полицейские. Кровь пропитывает землю под их телами. Вонь пороха и грязи смешивается в невыносимый коктейль, от которого меню тошнит. Мы застываем ужаса из картине бесчеловечной резни, развернувшейся за порогом зала. Кошмар! Выдавливает бледное, как полотно Рейна. Он стольких убил! Даже Харона, будучи офицером полиции, не выносит этого жуткого зрелища и отворачивается. И это он совершил в одиночку. В легкую перебил целый отряд вооруженных людей. Такая сила ненормальна! Акана и Эмма действительно выстоят. Мне стало тревожно. Рейна и Харона, наверное, тоже волнуются. Но никто из нас не осмеливается сказать о своих страхах. Кто-то из полицейских мог спрятаться где-то здесь, так что я пойду вперёд. Кусухаракон, и... ведёшь остальных следом. Харона взводит курок своего пистолета и опережает нас. Она пытается нас успокоить, но в её голосе чувствуется напряжение. Мы с Рейна и с двух сторон поддерживаем Кокеру и идём вперёд, настороженно озираясь. Кокеру, тебе больно идти? Не, я в порядке. Вы мне тут устроили почти веб-обслуживание! Всегда бы так! Лучше помолчи, не трать силы на разговоры. Я стараюсь быть строгим, но Кокеру видит меня насквозь. Едва сдерживая смешок, он замолкает. Похоже, полиция действительно эвакуировала всех из этой зоны. Не души вокруг. Но как только мы добираемся до ворот... С-с-стоп! Что такое? Смотри! Куда? Харона показывает на мигающие красные огни нескольких патрульных машин, ожидающих за воротами. Всего-то несколько. Вдобавок там виднеется куча фигур, напоминающих полицейских. Так и знала, что они будут сторожить в ход. И не ошиблась. Не понимая, восхищает это её или раздражает. Но Харона кивает каким-то своим мыслям. Что нам делать? Есть способ с ними справиться. Ну, это будет довольно сложно. Их, скорее всего, немало. Да, это правда. Отсюда нельзя разглядеть, сколько людей ждёт нас по ту сторону ворот. Выходить через них напрямую, наверное, будет слишком опасно. Бросьте, мы всё понимаем. Что лучший способ сбежать, это использовать меня как приманку. Бред, не неси. Поздно об этом думать. Если мы оставим Кокиру здесь, то какой был смысл бросать Акана и Эму? Но если мы будем просто стоять посреди дороги, то этот парень лезвия в любой момент может найти нас. Что нам делать? Слушайте. Мягко проговорила Харона. Учитывая ситуацию и всё такое, я хочу, чтобы вы кое-что узнали. Что? Она нашла выход из этой ситуации? Думая об этом, я ожидаю её ответа. Мне кажется, пришло время вас предать. А? А? Рефлекторно ворваются у нас от её неожиданного заявления. Почему я так решила? Потому что нельзя игнорировать власть государства. Харона ненадолго замолкает, прежде чем продолжить. Тот парень ранее тоже это сказал. Пока мы не мешаем вашему аресту, он нас отпускает. А, пока мы не мешаем вашему аресту, он нас отпускает. Когда я услышала это, то подумала, что лучше бы я была на стороне полиции. Ты серьёзно? Харона, игнорируя мой вопрос, продолжила. Так что я поначалу даже подумала, что лучше поддаться силе власти. Но вы слишком уж сопротивлялись. Я до сих пор не понимаю, что происходит. Дело в том, что я теперь не могу арестовать вас, ребята. Поэтому мне придётся попросить помощи у других полицейских. Харона, нет. Рейна оборвала Харону. Это слишком опасно. Что происходит, Рейна? Не понимаешь? Харона собирается притвориться, что предало нас, чтобы мы сбежали. Хм. Кажется, ты меня раскусила. Как стыдно! Мы не можем сбежать, оставив тебя как приманку. Спасибо тебе, кусок Харакон. Но знаешь... Если нас поймают, как думаешь, у кого из нас больше шансов выжить? Я из полиции, поэтому они должны будут следовать правилам, когда доберутся до меня. Не факт. И пока они следуют правилам, ничего смертельного мне не грозит. Да всего-то посадить могут. Наверное. Плечи Харона, обогрённые закатными лучами, дрожат. Не решай за всех! Должен быть другой способ! Моё решение окончательно! Что? Дальше дело за тобой, кусок Харакон! Рейна Тян Амамея-кон! Вам лучше сбежать отсюда! Харона ухмыляется и выбегает из ворот. Прежде чем я успеваю сказать хоть слово. Не останавливать. Я вижу издалека, как она на кого-то кричит. Харона машет руками, и как только её замечают, начинает быстро говорить и жестикулировать. Через минуту я наблюдаю, как она уводит их в обратном направлении. Мы такие жалкие! Бормочет Кокеру с опущенной головой. Мне нечего ему возразить. Да. Но... Но будем полными ничтожествами. Если упустим шанс ускользнуть, который подарила нам Харона. Говорит Рейна и сжимает зубы. Верно. Мы не можем упустить этот шанс. Тем более, Кокеру ранен. Для него это важно, как можно скорее выбраться отсюда. Тоже важно. Идём. Да. Поддерживая Кокеру с обеих сторон, мы выходим из ворот и покидаем университет. И... Осталось три дня. Двадцать девятое восьмое две тысячи тридцатого. Мы с Рейной несем Кокеру по задворкам, стараясь как можно больше избегать людей. Наше тяжёлое дыхание громко звучит под вечерним небом. Я смотрю на Рейну, бегущую рядом со мной. Ты в порядке? Да, вроде бы. А чё они бегут там, где их лучше всего ловить? А, или это просто вспоминают. После событий в Токийском институте перспективных исследований, мы решили, что лучше бы убраться из города Футю подальше. Но каждый раз, когда мы пытались покинуть город, на блокпосте обнаруживался полицейский, и нам приходилось возвращаться. Через леса бежать надо. Судя по всему, они оцепили все выходы из Футю. Мы подумывали выехать на велосипеде на поезде с какой-нибудь станции, кроме Футю. Но на всех станциях стояли камеры наблюдения. И было бы почти невозможно не засветиться ни на одной. И даже если бы нам удалось, пришлось бы использовать МДР, чтобы купить билеты. Да, даже если бы мы решили проблему с авторизацией, то раненый Кокеру в поезде слишком бы выделялся. Так что идея побега на поезде была отброшена. Ночью вступают в свои права. И мы продолжаем бежать по улицам города. Кироки, тебе нужно немного передохнуть. Нет, все нормально. Пока мы не будем уверены, что тот человек от нас отстал, нужно бежать. Но сколько мы так продержимся? Почему мы вообще продолжаем сталкиваться с ним? Га! Тихо стонет Кокеру. Болит. Эта царапинка, плюнь разотри, тут же пройдет. Ха-ха-ха. Кокеру, как обычно, пытается перевести все в шутку. Но его голос звучит слабо, и в нем чувствуется боль. Краем глаза я вяжу его левое бедро, которое недавно подрезали. Из него сквозь джинсы сочится кровь, окрашивая их в гротескный оттенок. То есть никто до сих пор не додумался ему перевесать ногу. Не, ну молодцы, чё сказать. Это явно не повод для шуток. Но даже если я об этом скажу, он не отреагирует, а просто обратит это в очередной прикол. Так что я молчу, и поудобнее перехватываю Кокеру, чтобы его было легче тащить. Рейна раздраженно замечает. Ты совсем не в порядке, Кокеру. А я говорю, в порядке. Рейна, конечно, не верит его шуточкам. Ясно. Кироки, сюда. Рейна внезапно подхватывает Кокеру и тянет его налево. Эй, Рейна! Просто иди за мной. Я молчу, сбитый с толку ее действиями. Рейна ведет нас по левой стороне узкого переулка. Между двух высоких стен находится небольшой пятачок пространства, куда мы еле-еле протискиваемся. Отдохни тут немного, это не обсуждается, окей? Ха-ха. Тебя не проведешь, Рейна, Тян. Даже Кокеру сдается под напором ее упрямства. Мы медленно садим его на землю. А потом садимся и сами, заранее убедившись, что нас не видно с главной улицы. Я начинаю чувствовать надвигающуюся усталость, как только присаживаюсь на асфальт. Рейна смотрит на меня долгим взглядом. Затем ахает себе под нос, будто вдруг вспомнив что-то важное. И достает из кармана пиджака маленький пакет. Эх, как я думала, уже растаял. Что это? Шоколад. Сахар-источник энергии. В курсе? Рейна дает мне кусочек. Похоже, каждый ломтик завернут в отдельную бумажку. Нам бы, конечно, поесть чего посерьезней. К тому же он совсем жидкий. Да ладно, сойдет. Спасибо. Я киваю Рейне и беру шоколад. Даже через обертку чувствуется, что шоколад внутри потек. Это так похоже на Рейну. Волноваться о сущих пустяках. Мне, например, все равно, растаявший он или нет. Ну, это ж девушка. Они все всегда волнуются о том, чтобы все было красиво. Я осторожно разворачиваю фантик, придерживая его, чтобы не пролить ни капли, и отправляю лакомство в рот. Шоколад тает у меня во рту, он же и так уже растаявший. И его сладость расплывается по телу. Никогда еще шоколад не был таким вкусным. Такое чувство, что я сто лет не спал и не ел нормальной еды. Это потому, что ты очень устал, вполне естественно. Рейна разворачивает еще один кусочек и театральным жестом передает его, предлагает его Кокеру. Бе! Кокеру кривится, берет шоколад и закидывает его в рот. Нам нужно подлатать Кокеру. Я киваю и сгибаю большой палец правой руки, будто беря карточку. Камера в Amdar распознаёт движение и образует в моей ладони Air Display с экраном главного меню. Я смахиваю пальцем и оно выдаёт большой список иконок. Я листаю, пока не дохожу до навигационного приложения. Касаясь иконки, после краткой загрузки программы в воздухе разворачивается 3D карта местности. Я нажимаю на иконку лопа в правом верхнем углу, открывая поисковую систему. Выскакивает текстовое меню, а прямо под ним и виртуальная клавиатура. Если нажимать на эти виртуальные клавиши, то разумеется напечатаются буквы, на которые ты жмёшь. Виртуальная клавиатура используется не только в Amdar, а также в книжных магазинах для поиска книг, в органах власти для заполнения форм, да и собственно везде. Никаких тактильных ощущений, как от обычной клавиатуры, но она не занимает места и может использоваться в любых условиях. В целом это гораздо удобнее, чем настоящее. Я ввожу госпиталь хирургии, и на 3D карте появляются красные точки. А вот что там будет дальше, мы узнаем уже в следующий раз. Сегодня на этом всё, так что всем спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok